Здравствуйте, дорогие слушатели! Меньше полугода прошло с момента выхода последнего видео на этом канале, чему я был очень удивлен на самом деле, я думал, что срок будет больше. Но, тем не менее, сейчас у меня есть большое вдохновение рассказать о достаточно, ряде достаточно известных фактов от цивилизации третьей, но я хотел бы их, так сказать, упорядочить, разложить по полочкам, разъяснить и показать, как всё это использовать. Факт номер один. К цивилизации третьей, как всем известно, было выпущено два глобальных дополнения. Play the World, которая добавила мультиплеер впервые в цивилизацию третью, и Conquests. Кстати говоря, факт номер два. Именно цивилизация третья задала этот тренд на выход двух глобальных дополнений к Циве. То есть все последующие цивилизации имели именно два дополнения. И в цивилизации шестой, насколько я понял, они тоже сказали, что больше дополнений глобальных не будет, только всякие нации и так далее. Значит, оба этих дополнения добавляли также ряд наций, юнитов, ну и всего контента. Потому что ванильная цивилизация третья тоже была достаточно маленькой, достаточно недоработанной, и наций было очень мало. Сегодня нас интересуют нации, а именно их количество. Когда выпускали второе дополнение Conquests, программным каким-то способом итоговое количество наций должно было быть 32. Ну, наверное, это что-то связано с степенями двойки и так далее, но не важно. Итак, в финале должно было быть 32 наций. Но, если посчитать количество наций, доступных для игры во втором дополнении, тут их 31. Соответственно, вопрос. Что же занимает 32-й слот? А 32-й слот занимают варвары, потому что по игровым механикам они тоже являются отдельной нацией. Но, видимо, людям, которые делали контент, об этом как-то не сказали, или про это забыли, или там какие-то непонятки произошли, потому что готовили на самом деле как бы 33-ю нацию, получается. Если не считать варваров, то 32-ю. И, может быть, там, может быть, думали заменить какую-то нацию в итоге, то есть, что была одна в запасе, ну, не важно. В общем, суть в том, что готовили на одну нацию больше, чем в итоге было в игре. И, соответственно, одна нация осталась не у дел. И ее очень правильно, правильное решение, кстати, ее решили добавить все файлы, которые с ней связаны. То есть, все вот эти анимации лиц правителей, уникальный юнит с их анимациями, звуками, все иконки. В общем, все файлы, которые вот эксклюзивны для каждой нации, их всех добавили в игру, просто они оказались как бы неприсоединенными. Но у нас есть такой замечательный инструмент, как редактор карт и сценариев, с помощью которого можно все это соединить и добавить в игру. Собственно говоря, предлагаю этим и заняться. Приветствую вас в лучшем редакторе карт и сценариев из всех цивилизаций, по моему мнению. Он самый, на самом деле, простой, интуитивно понятный, и при этом его возможности просто безграничны, на самом деле. Единственное, что я не сказал, так какая же эта нация? Какая же нация готовилась для выпуска в игру, но так и не была включена в финальный релиз? На самом деле, по небольшому ребусу, который есть на превьюхе, можно было бы об этом догадаться, но там все мелко, может быть, никто этим не стал заниматься, поэтому не буду таить. Это была Австрия, да, Австрия под управлением императора Священной Римской империи Карла V, должна была быть впервые, должна была была появиться в цивилизации III, но она вот, скажем так, наполовину появилась. Такие вот дела. Давайте начнем. Я не очень уверен, как это правильно преподнести всю эту информацию, но я предлагаю рассказывать про возможности редактора в основном, и параллельно делать отметки, то есть, что надо делать для того, чтобы включить Австрию в игру. И я, наверное, в описании просто напишу по порядку, что надо делать, чтобы за Австрию поиграть. Там есть, скажем так, два варианта. Можно сделать минимально, то есть, чтобы можно было играть, и игра не вылетала. И можно, как бы, максимально, чтобы все иконки были, правильно работали, чтобы при отставке игра не вылетала, потому что там тоже картинки лидера не будет. Ну, в общем, сделать максимально и сделать минимально. Итак, что мы видим, когда открываем редактор, у нас открывается новый big файл, то есть, big это формат именно сценариев. То есть, это будет новый сценарий. Мы вначале заходим во вкладку сценарий и нажимаем галочку, что тут будут использоваться кастомные правила. Он нас предупреждает, что у нас будут, могут быть непредсказуемые последствия, но нас это не интересует. Мы идем дальше во вкладку правила. Да, и, соответственно, edit rules. Тут у нас просто огромное количество возможностей, как сделать нашу игру интереснее и непредсказуемой. Значит, предлагаю начать с первой вкладки. Что тут можно делать? Тут можно менять вообще все. То есть, все, о чем можно подумать в игре, в редакторе можно изменить. То есть, абсолютно основополагающие игровые механики. То есть, например, население, при котором городок становится городом. Там, сколько производства на одного золота, значит, при производстве богатства. Сколько движения по дорогам. То есть, сколько еды ест каждый гражданин, каждый житель города. То есть, можно не два, а три поставить. И это сразу, на самом деле, так изменит игру, что просто неузнаваемость. Можно стартовое золото сделать миллион, триллионов и так далее. В общем, я не думаю, что надо прям в каждую залезать, в каждую отдельную вкладку, что тут можно делать. Но тут можно менять абсолютно все. Значит, ну, кстати говоря, то, чтобы включить Австрию в игру, в этой вкладке нам ничего не нужно. Далее. Ну, первая вкладка правительства. Опять же, можно поменять все про правительство. То есть, выбираем, не знаю, деспотизм. И что мы видим? Мы видим рейд работы рабочих. Мы видим военную полицию. То есть, все это можно менять. Все понятно и все очень просто, на самом деле. То есть, просто вот стендер тайл пеналти, это именно то, про что я говорил. То, что это штраф деспотизма. То, что каждая клетка, производящая больше двух единиц чего-то, она производит на одну меньше. Можно просто взять и отключить это. То есть, и это, на самом деле, огромное изменение в игре будет. Потому что деспотизм, не надо будет так спешить с выходом деспотизма. Потому что, в целом, это довольно нормальное правительство для раннего захвата и даже для средневековья. То есть, опять же, юнит-сепорт. То есть, сразу, сколько юнитов на город, на метрополис, на городок и так далее. Все это можно менять. Можно сделать все юниты бесплатными, как это в Анархии. То есть, ну, не знаю, мне очень нравится такой спектр возможностей. То есть, что все просто и понятно. Тут можно следующей вкладкой, в которой можно изменять здания и чудеса. То есть, выбираем тут все, что нас интересует. И нам открывается весь вот это, вся вот эта огромная таблица, где можно изменять, так сказать, что дает это здание. Что оно требует, какие технологии, сколько стоит. Сколько, когда приходит, приходит в негодность. Все иконки, ну, иконки там через еще другой файл надо подцепить. Но все равно, в любом случае, можно даже все вот эти иконки менять. То есть, ну, абсолютно, абсолютно все. Абсолютно все. Можно добавлять новые, на самом деле. Потому что, вот, просто нажимаем кнопку add. Соответственно, пишем новое какое-то здание или чудо. Ну, к нему надо будет, единственное, что там подписать некоторые файлы в текстовых... Некоторые строчки в текстовых файлах. Но это все, на самом деле, очень легко. То есть, если даже сравнивать с редактором из пятой цивилизации... Ну, карты там еще нормально делаются. Но, вот, казалось бы, вот этот, как он, World Builder, по-моему, называется, где можно свои нации создавать. Но там все не настолько, не настолько понятно. Там все не настолько легко. Да, также, например, можно менять все про ресурсы. То есть, например, мехам поставить иконку винограда или урана, что-нибудь в этом роде. То есть, ну, бонусы из клеток, которые они дают, тип ресурса. То есть, и так далее. Какие технологии нужны? Ну, понятно. Одна из самых интересных вкладок для меня всегда была, это размеры миров. Да, я тут уже немножко понажимал. Значит, стандартный размер огромной карты, в соц. 3, это 160 на 160. Но игра позволяет сделать карту размером 362 на 362. То есть, это практически в три раза больше, чем огромная карта. То есть, можно гига огромную карту сделать. И сделать там карту земли с еще большими подробностями и так далее. Ну, также можно менять количество наций, естественно, вплоть до 31. То есть, все нации на карте могут быть, ой, все нации в игре могут быть на одной карте вот такого огромного размера. И для них там будет огромное количество места. Также, естественно, настраивается дистанция между столицами. Оптимальное количество городов, это относится к коррупции. Я про это, опять же, расскажу. Но, вкратце, чем больше это число, тем больше... Тем при большем количестве городов ваша коррупция будет не такая уж и плохая. То есть, как бы, если оптимальное количество городов 50, а там будет у вас 55, уже коррупция будет немножко хуже, чем до 50. Ну, и текрейт, понятное дело, на большей карте надо ставить больше текрейт, иначе люди могут улететь в космос еще до того, как нормально встретились с границами. Ну, очень много времени будет тратиться на расселение. Средственно, надо игру немножко замедлить, замедлить. Также, работа рабочих, количество ходов там, чтобы построить шахту и так далее. Ну, опять же, менять можно все. Менять можно абсолютно все. Что-то я еще хотел показать. А, вот, уровни сложности. На самом деле, хотел сделать отдельное видео, но, наверное, не буду этого делать, потому что можно вот тут легко посмотреть все данные. То есть, вот, это стандартное значение сейчас стоит. В чем дело? То есть, вот, уровень сложности вождь, как самый легкий. Что мы тут видим? Дополнительных юнитов компьютер не получает. Дополнительные юнит-саппорт за города он не получает. Нет у них бонусов на смену правительств. И самое главное, это кост-фактор. То есть, это фактор стоимости. То есть, все, что стоит чего-либо, оно, к нему применяется вот этот кост-фактор. То есть, например, чудо света стоит 400 щитов. Ну, в стандарте. Как бы, в стандарте это кост-фактор 10 для игрока. А для компьютера на вожде он будет стоить 800 щитов. Потому что для него все в два раза будет дороже. Это же и к росту города применяется, и к всему. К стоимости технологий, в общем, и так далее. Ну, и трейдрейт между собой. То есть, как они, насколько они хотят и делают друг другу поблажки при торговле. Ну, в общем, менять можно абсолютно все. И для сравнения, как бы, самый высокий уровень сложности Сид. Он имеет огромное количество начальных юнитов. Он имеет огромное количество бесплатной поддержки юнитов за город. Смена этих провизитов в один вход. Это, как бы, очень сильно. И вот тут по стандарту стоит число 4. То есть, кост-фактор 4. То есть, все в два с половиной раза дешевле. Для Сида. Ну, надо понимать, что город растет в два с половиной раза быстрее. Соответственно, раньше он получает больше производства. И все стоит в два с половиной раза дешевле в производстве. Ну, в общем, это как такой сноубол немножко идет. Из-за такого маленького софта. То есть, можно взять и поменять это на два, например. То есть, это вообще... А можно один поставить. То есть, ну, в десять раз все дешевле будет для Сида. То есть, это выиграть честно практически невозможно. На самом деле. Ну, и также, опять же, процентаж... Для коррупции количество городов. Ну, в общем, все можно менять. Итак, предлагаю все-таки уже перейти к Австрии. И то, как ее получить в игре. Единственное, что еще перед тем, как мы все-таки перейдем к Австрии. Я хотел бы сгенерировать... То есть, просто, ну, наглядно показать. То есть, вот карту. Допустим, большую. Стандартного размера. То есть, 160 на 160 клеточек. Ну, тут, конечно, ну, давайте 60% Пангея. Вообще не важно, Сид не Сид. Не важно. Значит, генерируем карту. Вот она появляется. То есть, можно очень удобно, например, анализировать. Ну, эту карту можно изменять как угодно. Можно дорисовывать что-нибудь. То есть, берем какой-нибудь лес. Вот такую кисть и просто здесь дорисовываем где-нибудь лес. Ну, в общем, тут, понятно, обычный редактор карт. Про него, наверное, много рассказывать не надо. Также тут можно, например, что делать. Например, можно нажать на эту кнопку. Тут выбрать какую-нибудь нацию. Например, вот Россиюшку. Выбрать Россиюшку. И теперь у нас появляются две активные вот эти кнопки. И мы можем, например, расставить... Ну, то есть, для сценариев можно расставить города. То есть, уже сделать как бы готовую нацию. Сделать города. И также можно расставлять юниты. То есть, естественно, можно сразу поставить сюда каких-нибудь стрелков и так далее. Ну, в общем, это все на ваше усмотрение. Да, и, собственно говоря, для сравнения, мы рандомим новую карту. Теперь уже максимального размера. То есть, вот это, еще раз повторюсь, это огромная карта. То есть, стандартная огромная карта 160 на 160. То есть, она достаточно, ну, она большая. То есть, вот этот сценарий... Мировая карта, он размера именно 160 на 160. И там карта достаточно внушительная. Но, если мы на рандоме, все-таки, здесь 362 на 362, то мы увидим по-настоящему огромную карту. Да. Займет некоторое время. Я думаю, что это не сделали тогда, в 2001 году, потому что просто компьютеры бы умерли. Да, вот так же, как у меня сейчас умер эдитор. Секунду. Да, мой эдитор, к сожалению, тоже не справился с этой задачей. Но мы попробуем, попробуем еще раз. Ну, тут, может быть, размер не выбирать. Все, но мы кастомный размер поставим. Да, даже сейчас компьютеры ложатся. Надеюсь, сейчас все-таки произойдет что-то интереснее, чем просто вылет. Нет, опять происходит вылет. Может быть, кстати, это из-за записи, потому что я тестировал это много раз, и ничего не было. Сейчас я пытаюсь без записи на рандомете просто включить. Редактору не нравится, когда его снимают, потому что без записи три раза никаких вылетов не было. Значит, вот. Посмотрите, оцените, что такое по-настоящему... По-настоящему огромная карта. Я не знаю, это просто какие-то невероятные размеры. То есть, я представляю, даже на современных компьютерах это будет к индустриальной эпохе современности. Это будет просто каждый ход по пять минут, по десять минут грузиться на такой карте, потому что просто такие размеры. Ну, это можно играть, мне кажется, годами. Просто сыграть игру, даже на первом уровне установки, захватить весь вот этот мир, то есть, чтобы вся вот эта пангея была одним государством. Я, ну... Честно говоря, мало верится, что здоровый человек выдержит такую игру, но в любом случае. И... То есть, это самая огромная карта. Три шестьдесят два на три шестьдесят два. И можем попробовать прямо в прямом эфире нарандомить самую крушечную карту. Шестнадцать на шестнадцать. Надеюсь... Вот. Вот она нарандомилась. Как бы... Ну, вот так. То есть, она даже в игре, если играть, она даже не помещается на один экран. То есть, как бы... Можно свое государство видеть сразу с двух экранов, и там немножко лагает... Лагают города. Ну, в общем, сами понимаете. И, соответственно, можно делать всякие очень странные карты. Например, триста шестьдесят два на... Не знаю... Пятьдесят. То есть, можно очень-очень вытянутую карту сделать. Вот. То есть, она просто невероятно вытянутая. Но по высоте очень низкая. В общем, играться можно очень долго. Играться можно долго с этим. Даже... Не помню. Вроде бы тут все... Все понятно. Да, значит, должна быть поставлена галочка кастомные правила. Заходим, собственно говоря, в правила цивилизации. Нет, не сюда, а вот сюда. Значит, у меня уже тут готовая Австрия. Я покажу. Но мы должны выбрать одну нацию, которую мы заменим на Австрию. То есть, которую не жалко, за которую вы не хотите играть и так далее. Ну, в данной игре я заменил Португалию. То есть, мы вот так выбираем нацию, ее переименовываем в Австрию. И дальше меняем вот тут информацию на... Вот так оно должно выглядеть. Значит, существительное и прилагательное. Тут также оставляем. Трейты. Да, я тут выбрал все, но это по приколу. По канону у него должны быть воинственные и промышленные. Значит, бесплатные технологии с начала игры «Колесо» и «Воинский кодекс». Можно вплоть до четырех. То есть, можно вообще любое поставить. Еще взять и лазеры. Бесплатные технологии поставить. Но это уже, что называется, несерьезно. Значит, титул правителя, имя правителя. Культурная группа европейская. Вот тут этот индекс 25. Тут заменяем рейс Австрия. Это для цивилопедии. То есть, статья на цивилопедии уже готова к Австрии. Ее можно будет даже почитать. Значит, любимое правительство монархии – нелюбимая республика. Ну, уровень агрессии, опять же, можно поставить любой, но он должен быть в центре по канону. Анимации. Это отвечает за вот эту голову в дипломатических разговорах. Значит, тут надо, в принципе, заменить. То есть, если мы любую другую нацию выберем. Ну, тут будет вот имя правителя, нижнее подчеркивание, время. В общем, надо имя правителя везде заменить на Чарльза. И, соответственно, сделать это во всех эпохах. И тогда все должно... То есть, там уже все адреса, все совпадает, все нормально. Да, название городов я взял из сценария. Сценария с участием Австрии. Но, опять же, можно любые другие города все равно написать, если там, что называется, знатоки. Опять же, имена военных лидеров, имена научных лидеров. Все берутся откуда угодно. То есть, какие хотим, просто... То есть, намного проще, там, в той пятой циве просто пишем любое имя сюда, и оно будет быстрее. Можно... Есть юнит Чарльза, Карла. Тут можно пока поставить все, что угодно. То есть, в игре это не вылетит игра из-за этого. Это уже для, что называется, компьютеров и губернатора автоматического. Ну, вот, поставьте, как тут, и все будет нормально. Да, это что по этому листу. И дальше мы идем в юниты. Да, мы идем во вкладку юниты. Мы сюда еще не заходили. Здесь, естественно, все про юниты. То есть, можно выбрать, пишите на любой юнит. Например, реактивный истребитель. И про него вся информация. То есть, опять же, иконка. Это для... Ну, в городе, когда вы производство выбираете, вот эта иконка. Какая технология, куда... Куда апгрейдиться. Сколько стоит... Сколько стоит щитов, сколько стоит населения для, собственно, поселенцев и рабочих. Ну, все боевые характеристики. Всякие способности. Способные вот тут именно юнитабилитис. То есть, такие как то, что он не может двигаться по дорогам. То есть, можно поставить, что он тонет в океане. Хотя он не может туда добраться. Ну, тип юнита класс. Вот тут. Опять же, статья на цивилопедии. Защитный, воздушный. В общем, вся информация. И, соответственно, нам тут нужно... Немножко сложнее. Мы тут создаем. То есть, add. Добавляем нового юнита. Который называется гусар. Он у меня уже есть. Вот он. То есть, мы тут пишем гусар. И... Иконка 188-я у него к нему относится. Технология, естественно, колесо. Это уже мои приколы. Тут должна быть технология... Ну, юнит заменяет кавалерию. Естественно, технология должна быть военной традиции. В танк он не апгрейдится. Это уже я от себя придумал. И параметры у него не такие. Ну, параметры... Все это можно выставлять, как вы хотите. То есть, можно ему поставить, например... Ну, в оригинале три движения. Шесть атаки и три защиты. Естественно, он тут должен начинать золотой век. Потому что это уникальный юнит. То есть, в этой графе должно быть выбрано. Начинает золотой век. Доступно только Австрии. Соответственно, я не знаю. Ему надо придумать какое-то уникальное... Я не знаю. Может, поставить ему семь атаки, например. Или хотя уже... Хотя уже есть юнит атаманский с восьмью атаками. В общем, что-нибудь можно придумать. Можно хп-бонус поставить один. То есть, как у слонов индийских. У них на... Просто ветеран это пять хитов. Соответственно, на элите шесть. И у него будет так же. Это, на самом деле, очень сильный бонус. И, соответственно, здесь ставим вот эти галочки. Пять штук. Здесь все галочки. Соответственно, можно поставить, чтобы он игнорировал, например, передвижение по холмам. Как эти конкистадоры. Не помню, кто. Ну, естественно, это юнит наземный. А, и ресурсы, конечно же. Ему нужно селитра и лошади. Собственно говоря, все. Значит, он доступен только Австрии. Потом мы заходим в уникальный юнит той нации, которую вы заменили. То есть, в данном случае это Карак был португальский. И его надо снять. То есть, чтобы он не был доступен Австрии. Получается, что он не доступен вообще ни одной нации. Потом мы идем в обычную кавалерию. Тут не очень удобно искать в этом списке, правда. Но нам надо найти обычную кавалерию здесь. Обычную кавалерию можно найти, пожалуйста. Вот она. Обычная кавалерия. Мы должны Австрию отменить. То есть, чтобы Австрия не могла строить обычную кавалерию. Потому что у нее свой уникальный юнит. Да, свой уникальный юнит. И, собственно говоря... Собственно говоря, все это по юниту. Да, вроде бы я ничего не забыл. И последнее, что нам надо сделать. Нам надо зайти в папку с цивой установленной. Далее зайти в Conquest, Text и вот Pedialkons. Да, Pedialkons. Открываем. Мотаем в самый-самый-самый низ. Где... Сейчас, секунду. Еще ниже, по-моему. Да, вот. С анимнеймами. Мотаем в самый-нис-самый-нис-самый-нис-самый-нис. Да, и вот тут надо добавить... Ну, вот этой строчки в оригинале не будет. Значит, мы добавляем ее... Именно, кстати... Вот строчка с решеткой. Она должна быть над гусаром. То есть решетка анимнейм ПрТО гусар с нижними подчеркиваниями. И внизу просто гусар. И все. И... Ну, у меня это все сохранено, поэтому сохраняем. И все. Таким образом у нас... Если этого не сделать, то игра будет вылетать, когда... Вы будете пытаться построить гусара. Да, соответственно, теперь игра вылетать не будет. И это вот минимум. То есть с этим минимумом можно спокойно играть... Спокойно играть за Австрию. И ничего вылетать не будет. Честно говоря, как сделать максимум со всеми иконками, я, наверное... Или напишу в описании и потом добавлю. Или потом сделаю, потому что мне уже... Мне не стало лень. За все это время. Поэтому... Давайте сейчас зайдем в игру. И откроем сценарий с Австрией. Сейчас, секунду. Две музыки сразу. Мне очень приятно. Да, сразу на цифт-контент. Вот мой сценарий. Где Австрия заменена Португалией? Соответственно, ну, карту тут можно... Ну, стандартно рандомить карту. И вот. Вместо Португалии тут будет Австрия. То есть, картинки все работают. Император. Есть. Да, это версия со всеми... Версия со всеми трейтами. Потому что я не сохранял. Соответственно, начинаем игру. Что это такое вообще? Почему у меня доступны эти штуки? Я не понимаю. А, потому что у меня KingUnit. Я KingUnit поставил... Установка Pro. Значит, ставим город. Города, естественно, все называются. Правильно. Я проиграл. Нафиг. Да, и последнее, что вам надо сделать, это зайти в корневую папку игры. Далее в Conquests. Тут не вот эта папка текст, а именно в Conquests папка текст. И вот этот текстовый файл. Мы его открываем, мотаем в самый-самый-самый низ. Вот, где будут анимнейм. Мотаем еще ниже. В самый низ. И когда вы это откроете, вот этих строк не будет. То есть, будет заканчиваться вот так. Соответственно, надо дописать две строчки. Наверху обязательно. Решетка, анимнейм, нижнее подчеркивание, PRTO, нижнее подчеркивание, гусар. И внизу гусар. Все. Если наоборот, то работать не будет. Это, кстати, проверено на личном опыте. Значит, да. Вот так записываете и просто сохраняете. Все. Этого достаточно для минимальной игры. То есть, чтобы не вылетало. Без этого, когда вы будете строить гусары, игра будет просто вылетать. Полную версию со всеми иконками, маленькими этими фотографиями лидера я на следующий раз сделаю или потом в описании допишу, потому что мне уже лень все это снимать. Там просто вот в этом же текстном файле надо будет дописать несколько строк в нужные графы, скажем так. Значит, ну и предлагаю просто запустить партию. То есть, вот мой сценарий, где Австрия заменена. Открываем. Тут карта стандартная, поэтому она будет абсолютно стандартно генерироваться. И вот. Вот на месте, где должна быть Португалия, появилась Австрия. С, соответственно, Карлом Пятым, со всеми трейдами, потому что я там не сохранял то, что писал. Соответственно, все как обычная игра. И мы рандомим. Соответственно, города все правильные. Ну да, все города, которые вы там написали. Гусар, да, я тоже не изменял. То есть, он доступен у меня в письменности. Имеет 99 всех параметров. Но это чтобы показать, что называется. Сейчас, секунду. Вот он уже построился за один ход. Предлагаю посмотреть, что все анимации, все звуки работают. У него 99 передвижения, поэтому так он может двигаться довольно долго. В общем, все работает. Предлагаю найти кого-нибудь оппонента. И посмотреть анимацию боя. Сейчас он сам кого-нибудь найдет. Сейчас он исследует. Вот мы нашли. А, да, я еще поставил, что современные танки доступны всем игрокам сразу. Ну, как раз на них и проверим. Ну, как бы да, гусар спокойно выиграл поединок у современного танка. Типичный австрийский юнит. И... Да, у него есть зона контроля, как и у кавалерии. Там для этого ставили галочку. Вот ко мне уже выехали. Он продолжает шлепать проходящих юнитов. Предлагаю на этом закончить сегодняшний познавательный ролик. Надеюсь, он вам был полезен. Он получился очень длинным. И... Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok